В Кирове 12 часов и 5 минут, сегодня вторник, 31 января. Здравствуйте, вас приветствует Дарья Топузлиева и Владимир Сметанин. Ну, вкратце о том, чем мы будем заниматься в ближайшие два часа. Во втором части будем говорить про туризм, если коротко, а в первом части будем говорить про дороги. И та и другая тема, на мой взгляд, весьма связаны. Если развиты дороги, дорожная инфраструктура, то значит и туристический поток у нас должен, по сути, увеличиваться. Или даже наоборот, если возникает какая-то достопримечательность, люди туда устремляются, а дороги при этом нет, наверное, местные власти должны задумываться о том, чтобы хорошую проезжую часть, поверхность сделать. Ну ладно, обо всем по порядку. Сейчас будем представлять наших гостей и обозначим четкую тему. Тема очень важная и интересная. Давно хотели по этому поводу побеседовать, так что будьте с нами. Министр транспорта Кировской области у нас сегодня в гостях. Алексей Петриков. Алексей Вячеславович, добрый день. Добрый день, здравствуйте. И Татьяна Телицына, председатель Ассоциации Совет Муниципальных Образований, глава Белых и Луницкого района. Татьяна Александровна, и вам добрый день. Здравствуйте. Тема, да, очень важная и интересная. В прошлом году стало известно о том, что в нынешнем, уже в наступившем, в 2023-м, большое внимание будет уделяться ремонту дорог в муниципалитетах. Больная, острая тема. Жители областного центра, я думаю, жизнь которых связана именно с Кировом, которые нечасто выбираются в районы, мне кажется, они так считают, видятся, думают, что с дорогами у нас в последнее время ситуация улучшилась намного. И это действительно так. Все-таки федеральная программа действует. И вот Кировская городская агломерация, как ее принято называть, здесь дороги у нас активно ремонтируются. Но чем дальше от областного центра, тем, наверное, с этим все немножко хуже, чем хотелось бы. Да, у нас огромная протяженность, и сегодня специалисты у нас озвучат эти цифры, огромная протяженность дорог в сельской местности, в районах, которые вообще не имеют никакого покрытия. И люди годами жалуются на вот эти проблемы, на невозможность добраться до районного центра, из населенного пункта в другой населенный пункт. И в этом году целый миллиард рублей выделено на то, чтобы эту проблему в районах начинать решать. Насколько я понимаю, у нас крупная сумма такая первый раз выделена именно на муниципальные дороги. Поправьте, если мы ошибаемся. Алексей Вячеславович, мы уже к беседе, собственно, приступаем. Да, действительно, у нас миллиард в этом году выделен дополнительно по решению Александра Валентиновича, Соколова. Вот, потому что, правильно вы сказали о том, что у нас очень много дорог Кировской области, все дороги у нас распределены по направлениям. Поближе еще можно микрофон. Региональные дороги, межмуниципальные дороги и местные, в том числе еще имеются федеральные дороги. Да, то есть, если так цифра говорит, то у нас общая протяженность составляет 25 тысяч километров. Распределяйте их по классификации. Федеральных у нас больше 700 километров. Вот, ну и основная доля у нас, естественно, тянут это местные дороги 21 тысяча 576 километров. Вот, очень большая протяженность. И в основном, да, эти дороги все именно практически большой процент это грунтовых дорог. Не имеют твердого покрытия. Вот, деньги выделяются дополнительно, 1 миллиард решений есть, они именно дополнительно. Почему? Потому что проблема ясна и видно о том, что если на региональных дорогах и федеральных дорогах есть, значит, другие поступления средств из федерального бюджета, за которые мы ремонтируем, то было принято, еще раз повторюсь, Александром Валентиновичем, дополнительно выделить из региональных дорожного фонда именно 1 миллиард для все-таки приведения к нормативному состоянию существующих дорог местных. А вот эту сумму большую удалось выделить за счет перераспределения средств? То есть, например, часть дорог Кировской агломерации вошла в БКД, например? Она у нас сформировалась за счет поступления от акцизов, налогов, вот, Дорожный фонд формируется, поэтому, да, то есть эти деньги нашлись в Дорожном фонде и были выделены именно для реализации. То есть, это, в принципе, это налоги, которые... Просто хотелось бы понять, да, что изменилось, например, по сравнению с прошлым годом? Почему в прошлые годы мы не выделяли столько денег, да, на улицу полиции? Ну, раз термин дополнительно фигурирует, значит, у нас в плановой работе были цифры какие-то ежегодно, да, у нас? Да, в плановой они, естественно, были, но еще также скажу о том, что у нас предполагалось поступление доходов от акцизов и налогов. Меньше сумма, но в итоге, да, мы получили большую сумму, и поэтому, да, то есть было правильно принято решение губернаторам перераспределить и направить эти сверх, которые пришли, да, то есть именно на местные дороги. То, что я повторю, что с региональными ремонтируем, есть федеральный бюджет, вот, федеральные дороги тоже ремонтируются за счет федерального, да, то есть, ну, сейчас основное внимание будет уделяться уже местным дорогам. Татьяну Александровну, сразу бы хотелось бы спросить, как главу Билл-Холуницкого района, в том числе, вот, когда новость, да, стала об этом известна, что дополнительный миллиард придет, с каким настроением вас приняли местные жители, ваши коллеги, ваши земляки? Наверное, все-таки с воодушевлением это все. С воодушевлением я что хочу сказать. Вот до этого года в Кировской области работала программа «Безопасные и качественные дороги». Она, к сожалению, работает только на три муниципальных образования. Это город Киров, город Киров-Чапецк и город Слободской. Билл-Холуница находится за городом Слободским, и мы очень часто, когда едем в Киров-Билл-Холуницу, проезжаем через город Слободской, и всегда завидовали коллегам, почему у них идет такими темпами ремонт, строительство дорог, а вот до нас эти деньги не доходят. Хотя вы тоже на федеральной трассе располагаетесь. Ну да, но мы не входим в Кировскую агломерацию. Поэтому, когда было принято решение Александру Малитиновичу о том, что дополнительно выделяется миллиард рублей, и он пойдет на ремонт дорог в населенных пунктах, которые не участвуют в программе «Безопасные и качественные дороги», конечно, это было воспринято свое одушевление, и, может быть, наши жители, почему так, и активно голосовали, и дорог на голосование выставлялось больше, потому что они не ремонтировались годами. Была в последние три года программа в Кировской области, когда ремонтировались дороги исключительно в городских поселениях раз в три года. Но вот она поработала... А что это за ремонт? Это ямочные больше, устранение дефектов дорожных? Асфальт, да. Это в основном был ямочный ремонт, и он именно раз в три года. То есть если ты получил в 2019 году, то в следующий раз ты через три года, в 2023-2022, да, значит, можешь эти денежные средства получить. А сейчас речь идет именно о системной программе, о пятилетней программе, о том, что это финансирование будет выделяться ежегодно, и мы увидели, как наши жители с энтузиазмом восприняли, понимая, что если в этот год эта дорога не пройдет, то она может пройти в следующий год и через год. То есть, в принципе, на местном, на районном уровне долгие годы вообще денег не выделялось? Нет, у нас вообще нет программы по ремонту. А на ремонт, насколько у района есть возможность изыскать какие-то средства самим, да, на ремонт каких-то дорог внутренних? Ну, я могу привести цифры, они очень ярко говорят, Белохолунецкое городское поселение, 104 километра дорог, дорожный фонд, 3 миллиона в год. Это и зимнее содержание, и летнее содержание, и ремонт. То есть это с уборкой снега, и с ремонтом, и со всем. Что можно, и с тротуарами, и с подсыпкой, что можно сделать на 3 миллиона? И это стандартная ситуация по всем городским поселениям нашего региона. Поэтому эти деньги, которые мы сейчас увидели, это воодушевление с тремя знаками восклицания. А уточняющий вопрос по БКД, муниципалитеты не включаются по условиям программы, да? Ну, безопасные качественные дороги включаются, дороги, которые входят в опорную сеть. Это региональные наши дороги, у нас там 1700 километров, из них 1117 в опорной сети. И плюс, да, то есть есть требования по безопасным качественным дорогам национального проекта включать Киров и Кировскую агломерацию. То есть это вот именно то, что сейчас было сказано, да, то есть туда вошли у нас город Киров, Кирово-Чепецк и Слободское. То есть именно они входят в агломерацию. Поэтому именно на них и выделяется. Правильно ли ты тогда понимаешь, что вот этот вот миллиард, это вот начало вот этой пятилетней программы по приведению муниципальных дорог в порядок, да? Смотрите, мы включили в нашу пятилетнюю программу, вот, так называемый резерв. Вот, надеюсь, что также будет выделяться и будет поручение. Будем надеяться то, что доходы будут превышать наши расходы. Вот, поэтому то, что будет приходить, соответственно, да, то есть мы будем рассматривать уже как бы на совещании Александра Валентиновича. И он будет уже принимать окончательное решение. Но, думаю, то, что требуется один миллиард, да, то есть будем делать к тому, чтобы все-таки этот миллиард был у нас и в последующих годах. Пятилетняя программа у нас учтен. Мы пятилетнюю программу сейчас предварительно уже рассмотрели ее. Вот, будем рассматривать на общественных советах, на законодательном собрании, чтобы получить поддержку, да, то есть и уже как бы утверждение само это распределение пятилетней программы. Тогда уже вот и все. На самом деле скажу, что, да, миллиард он нужен, да, то есть может быть и больше для того, чтобы благо наших жителей все-таки улучшилось в плане того, чтобы проезжаемость дорог была свободная, да, то есть чтобы мы меньше получали количество обращений, жалобы на то, что, да, то есть дорога в плохом состоянии или ямы находятся, вот, поэтому как бы все делается для того, чтобы население наше в первую очередь, да, то есть было комфортно и удобно, и дороги стали безопасными и комфортными для проезда. Ну, не знаю, если позволите, забегая вперед, такое ощущение складывается, что вот осознав, да, уже сейчас и так уже трезво подумав и оценив ситуацию, одного миллиарда очень и очень недостаточно, да, для того, чтобы сделать планы, осуществить, воплотить в жизни в том объеме, в котором бы хотелось. Татьяна Александровна. Ну, я думаю, Алексей... Мы сейчас в начале пути находимся, да, просто начинаем с этого, да. Действительно отголосовали на объем дорог, который больше миллиарда. Да, я думаю, сегодня тоже об этом будет сказано, но ведь, понимаете, можно отголосовать и на 10 миллионов, и найти эти деньги, ведь второй вопрос еще и в подрядчике, сможем ли мы осилить такой, значит, объем в муниципалитетах, учитывая нашу разбросанность на 100, на 200, на 400 километров от областного центра и более. Ведь сейчас станет вопрос, а кто туда поедет и будет делать, поэтому... Миллиард – хорошее начало. Да, согласен. Для полноты картины, да, вот мы часто пишем о приведении в нормативное состояние дорог, именно в Кировской городской агломерации, и эти цифры с каждым годом растут и уже приближаются, я не знаю, практически к 100%, да, можно так сказать. Порядка 80%? Алексей Вячеславович, не помните эту цифру? Ну, если не помните, это не страшно. Если, давайте говорить о региональных дорогах, то мы должны к концу 2024 года региональные дороги довести до 85%. Региональные. Региональные. Что касается муниципальных, то сегодня по данным Федеральной службы государственной статистики, да, у нас дороги местного значения находятся в нормативе 21,4%. Да, то есть вот этот миллиард, который мы планируем в этом году выделить муниципальным образованием, да, с приростю 1%, 0,9%. Поэтому здесь очень легко, наверное, посчитать, да, то есть сколько лет по миллиарду потребуется. Да, 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 то есть лет по миллиарду, да, то есть, ну, мы расчетно так делали, чтобы там, вот, к концу 2027 года, да, если будет выделяться 1 миллиард, да, то есть по поручениям, то будет где-то 25,5% только нормативно. Вот, соответственно, если это все увеличивать, то так вот статически посмотрели, где-то примерно нужно в год около 5 миллиардов только на дорожную сеть местного значения, то есть с учетом существующей программы, да, то есть... То есть 5 лет это 25 миллиардов получается, да? Да, то есть хотя бы к тому, что приблизиться к 50%, да, то есть есть там указания, потому что мы тоже самое приводим вот опорную сеть и городскую агломерацию хотя бы там довести до 50%, да, то есть то примерно, вот считайте, где-то нужно вот таким образом, да. Но, опять же, могу еще добавить, что такие моменты, как содержание, да, то есть дорог, оно должно тоже быть в нормативе, да, то есть на сегодняшний день у нас недостаточно средств тоже выделяется для норматива, поэтому, да, то есть чтобы это все делать, и вот, как сказали о том, что и на содержание муниципального образования мало денег выделяться, можно, конечно, и больше выделять, но их тоже как бы негде взять, потому что, да, то есть вот хорошо, что у нас там получилось вот такое, надеюсь, что будет в дальнейшем также продолжаться. В общем, построить дорогу, сделать дорогу, это еще полдела, как говорится, еще нужно содержать, обслуживать, так далее, сохранить. Да, и вот что касается там, то, что сказали, там технической части, да, правильно, я поддерживаю, да, то есть нужно... У нас не везде, на самом деле, находятся асфальтовые заводы, где нужно их ставить, да, то есть нужно привлекать организации, да, то есть как-то, да, то есть все-таки инвестировать сюда для того, чтобы, да, то есть все-таки наш край стал привлекательным, как туризм, вот, потому что есть места красивые, да, то есть я думаю, что нужно делать привлекательный, я думаю, что никто не останется без работы. Ну, у нас все равно, да, вот тема освоения средств, тем более, учитывая, что никогда таких больших денег на муниципальной дороге не выделялось, а у нас не так много, да, организаций высокого уровня, которые занимаются там ремонтом и строительством дорог, насколько это вообще реально? ГДМС, Вятавтодор, да, часто работают, занятые на строительстве новых дорог, в том числе в городе, да, и в городе в этом году, насколько я знаю, в Урванцево будут строить дорогу, то есть это дополнительные силы, дополнительные средства? Да, вы знаете, то, что наши организации, которые местные, да, то есть вы сейчас их там перечислили, да, ну, понятно, не все, на сегодняшний день тот объем, который был в прошлом году, данные организации спокойно, да, то есть исполнили, то есть мощности есть, и нужно понимать их загруженность, под это, соответственно, уже мощности распределяются, закупаются, еще материалы, техника, да, то есть все можно спланировать спокойно, да, то есть работать. Понятно, что если будет еще увеличение, привлечение с федерального бюджета, да, то есть тут уже будем, естественно, смотреть о том, что как, каким образом этот вопрос реализовывать. Ну, можно напрямую спрошу, привлечение иногородних дорожников не исключается? Из других регионов? Из соседних регионов. У нас, на самом деле, все открыто, 44-й федеральный закон, он позволяет, поэтому, да, то есть никому не запрещается, наоборот, наверное, будет приветствоваться, если кто-то будет выиграть, да, то есть привлечением других подрядных организаций, у нас все открыто, поэтому никаких здесь нету. Ну, например, южные районы области у нас здесь, Татарстан рядышком, да, там тесные очень связи с республикой, те же, тот же Малмыш, Вятские поляны и так далее. В общем, 44-й федеральный закон. Это открытый аукцион. По 44-му это будут открытые аукционы, поэтому это будет все в доступе, в любой точке. Когда аукционы, кстати, начнутся уже? Ну, смотрите, на сегодняшний день вносятся поправки бюджет, уже с муниципальными образованиями отрабатываем определенные там этапы, это проверка сметной документации, да, то есть и когда у нас бюджет будет уже утвержден, мы, в принципе, давали рекомендации буквально там неделю назад, где-то до конца апреля муниципальные образования должны и обязаны заключить контракты. То есть, чтобы снег сошел, уже можно было к работам приступить? Да, снег сошел, чтобы можно было уже понимать, что там с 1 мая, да, то есть у нас выходят подрядные организации на работу, но не так, чтобы получилось, что в июне мы еще будем расторговываться, контрактоваться, это неправильно, поэтому как бы все идет к тому, что к 1 мая все контракты были, я считаю, что 95% были заключены, это как бы максимум, минимум, да, то есть назову, там 5% это уже погрешности на различные, вот. А конечная дата, строго она определена, когда? Ну, вообще у нас определено дорожная карта до 1 мая, а дальше уже эта ответственность уже будет. Нет, я имею в виду уже сами работы, какого числа должны быть, да? Сами работы, сами работы мы планируем, да, с сентябрем месяцем, чтобы все работы были закончены. Поэтому то, что там в октябрь месяц, в ноябрь уходить мы не позволим, да, то есть каждое муниципальное образование Министерство транспорта будет отрабатывать в частности, да, то есть и по графикам, потому что будет предоставляться комплект документов на согласование, где будут делаться замечания. Вот, такого, так скажем там, свободного не будет, а будет конкретно поставленный, да, то есть задачи, я уже как бы их озвучивал, у нас есть дорожная карта, сентябрь месяц, закончить и вести в эксплуатацию. И дальше готовиться, да, то есть, наверное, к следующему мероприятию, к следующему миллиарду. Давайте сейчас сосредоточимся на очень важной теме, как-то немножко ее пока упустили, миллиард выделен, понятно, уже о конкретных работах поговорили, о их сроках, но очень важная тема, как эти деньги распределились. На самом деле это самый болезненный вопрос был, да, по поводу распределения этих средств. Ну вот у нас Татьяна Александровна, глава Белохунинского района, она, собственно, на месте все это видела и участвовала, и в организации в том числе. Можно я сейчас добавлю? Значит, по поручению Александра Валентиновича, значит, Министерство транспорта проработало механизм распределения, вот этот механизм был согласован и рассмотрен с ассоциацией муниципальных образований, с представителями законодательного собрания, мы приглашали, общались дальше, этот механизм был уже доведен до муниципальных образований, и они уже там распределяли. Ну, все мы помним заявление губернатора Соколова о том, что деньги на дороге чиновники не должны распределять, да, сидящие в кабинетах, а должны распределять непосредственно жителям. Все верно, поэтому так и поддерживается, именно чтобы, да, то есть волей заявления было нашего народа. Какие принципы тут, основные подходы, Татьяна Александровна? Ну, давайте об основных подходах. Были при организации голосования, да. Да, во-первых, значит, самое первое и самое главное, это ремонт дорог с твердым покрытием. Уже Алексей Вячеславович сказал, что очень много грунтовых дорог пока взяли приоритет дороги именно с твердым покрытием, чтобы начать с них. Я вот здесь поправлю, почему именно твердое покрытие, потому что у нас деньги выделяются на ремонт, а дороги, которые с грунтовым покрытием, пока еще 402 классификатор Министерства транспорта Российской Федерации не позволяет ремонтировать именно грунтовые дороги. Это нужно разрабатывать проектно-сметную документацию для того, чтобы ее перевести из одного типа в другой тип. Это я вот именно, чтобы, как бы, жители знали о том, что именно деньги на ремонт именно с твердым покрытием. Это асфальтобетонное покрытие. В первую очередь это асфальтобетонное покрытие. И, значит, дальше определялись критерии. Сначала был отбор объектов для голосования. Мы не все улицы, не все дороги выставляли на голосование. То есть была первоначально создана комиссия и были определены критерии отбора объектов для ремонта автомобильных дорог. Значит, первым критерием является это наличие по этой дороге, по этой улице автобусного маршрута общего пользования. То есть это один из критериев. Второй критерий это то, что дорога должна обеспечивать транспортную доступность к социальным объектам. Это может быть объект здравоохранения, объект образования, объект культуры. То есть не именно ведет к какому-то там дому главы, грубо говоря. Ну, нас же любят наши жители об этом поговорить. А именно о социальных объектах. Это важный тоже критерий. Значит, третий критерий это то, что дорога ведет к объекту, который строится, ремонтируется, реконструируется в рамках национального проекта. То есть там, где у нас национальный проект работает, то есть тоже эта дорога набирала определенный балл. Ну, и, значит, еще одним из критериев это то, что есть обращение по этой дороге. То есть за прошлый период было много обращений по улице, по дороге. Жалоб. Жалоб, да, жалоб. И все дороги были проранжированы данной комиссией. Так, секундочку. Дневной разворот продолжаем. Немного не вовко мы ушли на рекламную клаузу. Ну, ничего, реклама у нас прорвалась. Да, автоматом запустилась. Продолжаем беседу с Алексеем Петриковым, министром транспорта Кировской области, и Татьяной Телицыной, председателем Ассоциации Совет Муниципальных Образований, главой Белых Луницкого района. Да, реклама, Татьяна Александровна, вы рассказали о критериях для включения дорог для голосования, если мы правильно поняли. То есть высокая, грубо говоря, ну, не грубо говоря, так если подводить итог, высокая социальная значимость дорог этих, да, с твердым покрытием. Именно с твердым покрытием. Ну, вот продолжая, значит, после этого все дороги были проранжированы, и, соответственно, первые дороги, и здесь уже сами муниципалитеты выбирали первые, 10, первые, 5, первые, 3, выставляли на голосование. Значит, мы очень действительно долго спорили, как же проводить голосование. Проводили встречи в Министерстве транспорта, на ассоциации обсуждали, проводили встречи у Александра Валентиновича. Первоначально был предложен такой вариант, что давайте в соцсети запустим. Это самый удобный вариант, и отголосуем. Но здесь есть разные населенные пункты. Есть населенные пункты, где, к сожалению, нет сотовой связи, где нет интернета, и поэтому не для всех удобно голосовать в соцсетях. Есть люди возраста плюс 60, плюс 50. Которые не пользуются гаджетами, да, и не могут поучаствовать. А хотели бы выразить свое мнение. Поэтому после долгих обсуждений вообще было принято три варианта голосования. Значит, первое, это голосование традиционным способом, встречи с гражданами, сходы граждан, голосование заочное по улицам, сбор подписей. Это работа легла на плечи глав местных администраций, да, видимо? Да, это делали везде главы сельских поселений, главы городских поселений со своими комиссиями, а также муниципальные районы. То есть вот одна форма, это такая традиционная, это встречи с гражданами, обсуждениями, голосование улиц. И точно так же по аналогии, как мы проводим голосование по проектам поддержки местных инициативов. Вторая форма была выбрана, это разработка бюллетеня. То есть вот, например, мы в Белой Холмнице в самом городе голосовали, у нас был бюллетень, в бюллетене было пять улиц. И, соответственно, у нас были определены доступные места. Это первый этаж здания администрации, это поликлиника, это дом культуры, это библиотека. Люди могли прийти, проголосовать и точно так же, значит, опустить этот бюллетень в урну для голосования. Вот к такому традиционному голосованию люди активно подтягивались? Активно. И это очень удобно. Это ты пошел, например, в эту же поликлинику, заодно проголосовал. Подсчитывали, сколько активность проявили местных жителей в процентном соотношении? Ну, по-разному. В основном, наверное, в социальных объектах было больше, чем в объектах где-то там экономики, в магазинах и так далее. А вообще минимального порога количества проголосовавших не было? То есть вот сколько проголосуют, столько проголосуют. Да. И третий вариант, это, конечно, электронное голосование. Здесь нам помогло Министерство информационных технологий. Есть такая платформа POS, это платформа обратной связи. По ней мы работаем с обращениями граждан, с обращениями жителей. Значит, и тоже на ней был запущен модуль голосования по выбору автомобильных дорог. И можно было активно пользоваться в том числе вот этим вот модулем. И, например, районную дорогу внутри, районную не внутри населенных пунктов, а районную мы запускали по вот такому модулю. Мы у себя тоже все три формы использовали. То есть сельские поселения у нас голосовали в районе голосования сходы, встречи заочные. Город голосовал бюллетени. И районную дорогу мы голосовали электронная система POS. Эта работа у вас проводилась в период, напомните, с конца лета? С 1 августа по где-то 15 сентября. Есть, конечно, районы, которые и позднее голосовали, но вот срок был определен Минтрансом с 1 августа. Вообще голосование шло у нас до 1 декабря, уже после было продлено. Ну и чтобы, как говорится, пилотный первый вариант у нас было принято решение, все-таки дать возможность до конца года, до 29 декабря, проголосовать всем районам. Потому что первый именно пилотный, но... В общем, пошли на уступки, так скажем. Да, пошли на уступки, чтобы всем помочь в этом году, естественно, да, то есть, ну, и будут уже как бы более конкретные сроки, по которым будут определяться. Поэтому, то есть, чтобы все муниципальные образования своевременно проголосовали. Поэтому я думаю, что каждый хочет в своем муниципальном образовании получить красивую часть дороги, километров протяженности. И действительно, кто-то, значит, не возбранялась такая форма, как голосование в социальных сетях. Некоторые муниципальные образования запускали такую форму, но вот именно форма голосования, она была отдана на откуп муниципальным образованиям. Как вам удобнее, да, каждый выбирал сам. Поэтому, ну вот, мы в Белохоминском районе не голосовали в социальных сетях, мы выбирали другие формы. Но я вижу, с районами общаемся, вижу, что некоторые районы и выбирали такую форму. То есть, здесь уже... Уржумский район, насколько я понимаю, был... Уржумский район на связи? Уржумский район на связи, да. У нас наша коллега Мария Кожевникова как раз принимала участие в онлайн-голосовании, в социальных сетях. Мария, я думаю, сейчас поделится своим опытом, насколько это было удобно. Мария, добрый день. Да, добрый день, я слышал параллельный эфир. Да, Маша, приветствуем тебя. Ответный свой главный вопрос я уже получила, потому что я услышала, что весь опыт и негативный, в том числе этого года, будет учтен в следующем году. И к голосованию будут подходить по-другому. Больше времени, может быть, районы этому уделят и так далее. Положительная сторона всех жителей этот опрос однозначно сплотил, потому что если до этого пара активных человек только за дорогу беспокоились, то в опросе участвовали просто все. Маша, прости, я просто не услышал, жители твоей малой родины, они в каком формате голосовали? Это соцсети. А, соцсети. У нас были соцсети. Да, я сейчас расскажу, ну, коротко, как бы. Да, у нас пара минут, к сожалению, всего. Да, пара минут. Дорога, я голосовала за дорогу в Сеолопьял, это Уржунский район. Значит, ну, выводы вообще, которые я могу сделать по этому голосованию, что в целом это прекрасная идея дать жителям возможность высказаться, но она должна быть хорошо исполнена. Вот, в нашем случае это было очень спорно. Но, допустим, непонятно, как в одном голосовании оказались дороги длиной 2,5 километра и 12 километров. Ну, это финансово несопоставимые траты на ремонт этих дорог, и когда в итоге победила дорога в 2,5 километра, естественно, обвинили кого? Обвинили администрацию, что это она сама накрутила, чтобы потратить меньше денег. Вот, по поводу накрутки. Накрутка была тоже видна невооруженным глазом. Из-за этого тоже было очень много споров. Все это вылилось в комментарии в соцсетях негативные, и как бы вышло, что жителей там, соседей, жителей одного района, просто столкнули в бане. Вот. А других, альтернативных каких-то способов проголосовать, Маш, не было? Вот, как я поняла, альтернативных не было, но тут как бы тоже, вот смотрите, очень спорный вопрос. Голосование было в ВКонтакте, голосование было в Одноклассниках. Но мне кажется, что в таком случае голосование должно быть где-то на одной платформе и в одном месте, потому что все силы направляются в одно место. Но мы действительно, мы просто несколько дней сидели, не отрываясь от компьютера, и всем посылали там сообщения с просьбами проголосовать. Тоже, кстати, не очень приятные ощущения, когда ты вот в такой позиции просильщика постоянно выступаешь. Вот. Поэтому вот опыт Белохолуницкого района, мне казалось, показалось, он интереснее, когда каждый просто сам идет, голосует, высказывает свою позицию. И что немаловажно, это именно житель района, потому что в социальных сетях можно... Спасибо большое, к сожалению, вынуждена отключить тебя, чтобы гостям еще дать... Спасибо за эту картинку, да, что называется, с места. Ну вот, кстати, немаловажный, да, вот этот фактор, что в социальных сетях подтягивали жителей других районов, ну то есть вот насколько к голосованию, да, насколько это вообще справедливо. То есть вот получается у вас голосовали те, кто непосредственно там живет, да, то есть выразили свои чаяния. Но мы изначально понимали эти риски. Так, я не понимаю... Продолжайте, продолжайте, да. Звукорежиссер, скажите нам, пожалуйста, погромче, мы ничего не слышали. Мы общаемся туда. Ага, так, да, продолжайте. Мы изначально понимали риски, что именно в соцсетях можно подключить кого угодно, там не идентифицируешь человека. Почему вот, например, я и говорю о Министерстве внутренней политики, о программе POS, платформа обратной связи, там и вход по госуслугам. То есть там изначально, да, можно понять... Да, кто голосует и как голосует. Точно так же в сельских поселениях, или там вот эти сходы, встречи с гражданами, чем нравится тем, что люди прошли по улицам, проголосовали за одну дорогу, уже второй раз к этим людям никто не пойдет. Поэтому мы выбрали такую форму. Тут все решает местная администрация. Ну и дальше продолжу, значит, после того, когда у нас был определен перечень вот этих вот первых мест по улицам, соответственно, районная комиссия утвердила это протоколом, и мы отправили в Министерство транспорта. А вы уже саккумулировали, да, всю эту информацию? А после того, когда нам пришла общая сумма, мы точно так же посмотрели, значит, по всем первым местам. Понятно, что мы наголосовали тоже больше. Мы наголосовали на 92 миллиона. Нам, значит, выделено там около 30 миллионов рублей, ну, грубо говоря, третья часть. Поэтому тоже мы сейчас поработали, посмотрели, поработали с жителями, с нашей Думой, определили перечень получателей. И это наша внутренняя работа. Все равно нам, администрациями, нашим жителям виднее, что мы делаем в 23-м году, что мы делаем в 24-м году. Простите, вот давайте поясним, может, непонятно, да, кому-то из слушателей наголосовали больше. То есть сразу несколько дорог, объектов попали в топ, что называется, да? Первые места заняли или как, да? Нет, почему? У меня 11 поселений. Одна муниципальная дорога. То есть, соответственно, например, по городу первое место заняла дорога, которая, ну, большой протяженности, да? И мы видим, что автобусный маршрут километр 300, то есть мы ремонтируем километр 300, оставляя остатки, значит, там, где нет автобусного маршрута, где уже заходит. Там, где автобус не проходит. Да. То есть, соответственно, эта часть улицы у нас уже останется на следующий период. То есть мы именно выбирали то, что приоритетно. Раз жители проголосовали за всю улицу, вот то, о чем говорила Мария, 12,5 километров. Понимаем, что денег не хватает, начинаем ремонтировать поэтапно. Конечно. Как работали с негативом, да, от местных жителей? Наверняка люди были недовольны, что ремонтируют улицу, где живут одни, но не ремонтируют, где живут другие. Это всегда так. Хочется все и сразу. Нет, понимаете, мы вот, я не случайно привела в аналогию проект по поддержке местных инициатив. Ведь по проектам поддержки местных инициатив мы также ремонтируем водопровод, который проходит по одной улице, жители и остальные говорят, да мы не будем за него голосовать. Водопровод по нашей улице не проходит, у нас вода есть, ее ремонтируйте сами. Точно так же и по дорогам, по улицам мы их также за счет ПП мы и ремонтировали. Какие-то там объекты, например, библиотека, мы не ходим в библиотеку, ремонтируйте. Поэтому этот негатив, он всегда был, есть и будет. С этими жителями просто надо работать и показывать это на хороших примерах. Сегодня мы вам сделали водопровод, на соседней улице мы сделали дорогу, послезавтра вам уличное освещение отремонтируем. Я думаю, этот первый год, первый опыт, он все равно потом будет анализироваться информация с точки зрения эффективности голосования, насколько это действительно соответствует тем ожиданиям, и которые есть у местных жителей. Возможно, более какая-то строгая форма появится в следующем году. Ну, так или иначе, предложения будут собираться и обсуждаться, да, видимо? Да, возможно, будет именно и по тому, как проводить голосование, наверное, будут какие-то формы рекомендованы. Именно, может быть, учитывать действительно протяженность, если там улица 12,5 километров, мы понимаем, что у Нинтранса были замечания по поводу этого. У меня, на самом деле... У нас буквально минута остается. Да, у меня есть информативно то, что мы сейчас провели голосование и уже поняли, да, то есть каким способом голосовать будут согласованы уже, соответственно, с Министерством информационных технологий, да, то есть как и будут уже внесены изменения методические наши, разработки, механизм, чтобы мы уже понимали, да, то есть чтобы не было там какого-то негатива, да, то есть там лишних голосов и так далее. Поэтому это будет вноситься. То, что касается выбора дороги, мы сразу изначально говорили о том, чтобы у нас дорога не получилась так, что муниципальное образование выбирает часть дороги, которую нужно отремонтировать, а до этой части дороги доехать невозможно. То есть должно быть асфальт закончился, дальше пошел асфальт. То есть именно таким образом. А так иногда получается, что некоторые муниципальные образования там из опыта подходят таким образом. А нужно вот здесь кусочек отремонтировать, там два с половиной километра, а чтобы до него доехать, нужно еще там... Ну, понятно, да, как-то чересчур. Поэтому мы как бы именно подход в этом году меняем, и это будем дело контролировать, чтобы правильно подходили не только голосования выбора, а именно правильно критерии по дорогам распределяются. Реализации, да. Спасибо. Увы, завершается наше время. Благодарим наших гостей Алексея Петриков и Татьяна Телицына. Я думаю, что будет повод еще встретиться и поговорить еще подробно, да, о том, как уже начнет реализовываться эта программа. Спасибо. На этом первый час у нас заканчивается. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова